Американский бульдог. Воплощение преданности, мужества и силы. Среди хозяев этих собак распространен сокращенный вариант названия породы – амбуль. В семье Витошка также поселился такой вот питомец – красавцу Гектору уже 4 года. Я был у бабушки, а родители ездили за 200 километров. А когда я приехал, тогда уже в ящике сидела маленькая черно-белая собака. Гектором его назвал папа, а мы с мамой были не против. Гектор вовсе не комнатная собака. У питомца есть свой вольер, где он обитает и летом, и зимой. Любимое занятие пса – играть со своими игрушками или резвиться с надувным мячом. Гектор зимой любит просто лежать в будке, потому что ему холодно, и он короткошерстная собака. А летом он очень игривый, любит поиграться. Летом мы часто с ним ходим, у нас рядом возле дома есть поле, мы часто с ним ходим. Очень любит играться с палками и тряпками. Гектор внешне не такой уж и большой, но когда я узнала, сколько он весит, очень удивилась. Питомец имеет вес 46 килограмм, прямо как я. Таких крепышей в Красноармейске раз-два и обчелся. Так что гуляя по нашему городу, встретить американского бульдога – большая редкость. Гектор хороший, ты у нас хорошая собачка, у нас умная собачка, хороший, хороший пёсик, хороший. Я много раз снимала сюжеты о собаках и с каждым разом замечаю, что у каждого питомца свои гастрономические пристрастия. Гектор предпочитает здоровое, сбалансированное питание. Рацион его составляет какие-то каши и крупы, но еще до каждой порции добавляется пол-литровая баночка корма. Мы заметили, что летом начали пропадать яблоки. Потом мы выяснили, что гектор сам становится на задние лапы и достает зубами яблоки. Я немного боюсь собак и в ожидании съемки очень переживала, что мне сложно будет общаться с главным героем сюжета. Но как только посмотрела в глаза гектору, то поняла, что он очень добрый и дружелюбный. Все считают, что это очень злая собака, но я так не считаю. Он очень игривый и любит детей и людей. Гектор не только добрый, но и воспитанный пёс. Антон большую часть времени просто играет с ним, а вот папа отвечает за дрессировку. Говорят, что эти собачки очень упрямы, но это не про гектора. Дрессировал его папа, но я ему помогал. Дрессировка длилась где-то месяца, месяц-два, недолго. Гектор умеет выполнять такие команды, как лежать, лежать, хороший мальчик, как сидеть, хороший. Команда «Голос». И получилось сидеть. «Голос». Сидеть. «Голос». О, молодец. Вот такая у нас собачья. Он уже давно не щенок, но в нём ещё много рок-н-ролла, так что игривости и резвости ему не занимать. При всём этом пёс преданный и надёжный охранник. Вот такое вот чудное животное – амбуль Гектор. Субтитры создавал DimaTorzok